всем привет вы на моем канале о вязании меня зовут люба сегодня мы вяжем корзинку из джута без использования каната узор для этой корзинки я подобрала достаточно плотный стенки будут держаться хорошо как связать вот такое донышко для вашей корзинки у меня есть подробнейшее видео как связать идеальный круг я оставлю ссылку в правом верхнем углу и в описании к этому видео ознакомитесь как связать ровный круг я там рассказываю принцип прибавления так чтобы у нас не образовывалось углов это вид с изнаночной стороны перед тем как вывязывать стенки корзинки необходимо донышко пропарить под высокой температурой с паром можно через какую-то влажную ткань вязать я буду крючком 4 миллиметра джутовой нитью в 2 сложения толщина нити примерно полтора-два миллиметра и диаметр моего донышка составляет примерно 12 сантиметров то есть если вам нужно донышко большего размера вы соответственно вяжите большее количество рядов если наоборот меньшего размера то соответственно вяжите меньше рядов и так после вязания последнего столбика у нас образуется вот такая заметная ступенька и чтобы ее убрать так как мы вяжем круг по спирали сейчас мы поступим следующим образом заводим крючок под следующий столбик под вот эту вот косичку вот она с изнаночной стороны на лицо на лицевую сторону захватываем рабочую петлю вытягиваем ее на лиц на изнаночную сторону то есть вот петля на изнаночной стороне все вот и все наше сглаживание вот этого места получилось достаточно аккуратно сейчас мы приступаем к вывязыванию нашего узора вязать мы будем за вот эти вот изнаночные перемычки вот они хорошо видны также вам может понадобиться крючок меньшего номера у меня крючок номер три если вдруг будет слишком плотно вывязывать первый ряд в дальнейшем вы будете вязать только крючком 4 миллиметра и так что мы делаем мы находим вот эти изнаночные перемычки вот они вставляем под них крючок эти достаточно плотно поэтому возможно в дальнейшем я перейду на крючок меньшего номера и провязываем столбик без накида вот таким образом то через две петли которые у нас образовались мы провязали первый столбик без накида далее мы вяжем тоже столбик без накида и так по кругу мы вяжем столбиками без накида за вот эти вот изнаночные перемычки вот они изнаночные перемычки вставляем крючок так как я вязала из двух нитей джутовых то мне нужно подцепить именно две нити они одну две нити и столбик без накида и так мы вяжем по всей окружности нашего донышка столбики без накида первый ряд узора у меня довязан сейчас петлю рабочую немножко вытягиваю нахожу первую косичку от первого столбика вот он первый столбик у немножечко наклоненный получился и от него выходит косичка под эту косичку я вставляю крючок с изнаночной стороны на лицевую захватываю рабочую петлю и увожу на изнаночную сторону подтягиваю все готово и под вот этой вот перемычкой у нас находится столбик вот она вот эта перемычка и под ней столбик в джуте это достаточно вот этот столбик достаточно плохо видно сейчас я возьму крючок поменьше чтобы было нагляднее вот он вот он здесь вставляю крючок вот в этот столбик вытягиваю рабочую нить сейчас у нас вот получается как бы вот две петли 1 выходит на изнаночную сторону другая на лицевую крючок я ставила в центр в галочки вот сюда в центр и сейчас так вот так вставляю крючок в изнаночную петлю и провязываю столбик без накида далее у нас идет косичка следующая я вставляю крючок под дальнюю вот эту вот дужку косички вот она из двух состоит из двух половинок ближняя и дальний вот под дальнюю я вставляю крючок и с изнаночной стороны у нас еще идет перемычка вот она вот они эти перемычки и под вот эту перемычку нам нужно вставить крючок вот она под заднюю половинку косички и под вот эту вот перемычку и провязываем столбик без накида далее находим следующий столбик вот он вот он вставляю крючок в центр этого столбика вид с изнаночной стороны вот он из изнаночной стороны и провязываем столбик без накида то есть мы сейчас чередуем наши столбики один идет в раскол один идет за заднюю половинку косички вставляем крючок за заднюю половинку косички с изнаночной стороны находим вот она душка перемычка такая и вы провязываем столбик без накида вот весь наш узор следующий столбик мы также раскалываем центр вставляем крючок провязываем столбик без накида следующий мы вставляем крючок за заднюю половинку косички вот так и под заднюю перемычку и также провязываем столбик без накида и таким чередованием мы вывязываем столбики без накида по всей окружности нашей корзинки встречаемся в самом конце этого ряда и делаем снова незаметное соединение столбиков в ряд вот такой узор получается я довязала еще один ряд делаем также незаметное соединение таким же способом вытягиваем рабочую петлю заводим под первую косичку с изнаночной стороны крючок захватываем вот эту петлю уводим ее на изнаночную сторону есть у меня достаточно плотно связано подтягиваем рабочую нить и сейчас вставляем крючок в центр вот этой вот галочки которая находится под перемычкой и вяжем столбик без накида в раскол вставляем крючок в изнаночную петлю и провязываем две петли вместе и так сейчас мы вяжем таким образом там где у нас идет столбик в раскол мы вяжем в раскол там где идет у нас вязание за перемычку вот эту вот заднюю вот этой косичкой мы вяжем за перемычку то есть столбик над столбиком одинаковый столбик над одинаковым столбиком и так дальше мы вяжем за перемычку следующий столбик у нас идет в раскол слишком туго вязать не нужно этот узор достаточно плотный далее у нас идет вязание за перемычку заднюю и за вот это вот еще одну заднюю перемычку следующие идет в раскол слишком плотно не вяжите дальше идет за заднюю перемычку и за за половинку заднюю косички и за перемычку вот так вот далее раскол далее идет за перемычку заднюю и за заднюю половинку косички вот так раскол можно вязать этот узор и только за заднюю половинку косички только за нее без вот этой вот изнаночной перемычки вот без вот этого но тогда узор будет не настолько плотным потому что мы вяжем без каната и корзинка будет такая достаточно рыхлая поэтому я вижу за вот эту еще заднюю перемычку и узор получается действительно очень плотный как при вязании в раскол далее снова в раскол и так далее я помогаю пальцем вот с изнаночной стороны поэтому крючок у меня сразу же входит и за заднюю половинку косички и вот в эту перемычку я пальцем помогаю с изнаночной стороны он сразу входит и в заднюю половинку косички вот она и в перемычку уже узор вырисовывается вот такой тоже получается эффект плетения моя корзинка практически готова высоту получилось примерно 10 сантиметров примерно 10 и предлагаю сделать окантовку для корзинки это по желанию то есть если вам захочется можно сделать если нет то можете связать необходимое количество рядов которые вам нужно и так делаем красивое завершение этого ряда уводим петлю на изнаночную сторону так готова подтягиваем рабочую нить и сейчас крючок я буду вставлять не в центр вот этой галочки как мы обычно делали из ряда в ряд а под вот эту перемычку под перемычку и в центр галочки так вытягиваем нить рабочую вставляем в изнаночную петлю крючок и провязываем все готово сейчас мы будем вязать вот эту окантовку завершительный завершающий ряд за вот эту заднюю перемычку с изнаночной стороны и за заднюю половинку косички вот она задней половинкой в косички и вот это вот перемычка которой мы также вязали основной узор готова и вяжем столбик без накида то есть каждый столбик мы сейчас будем вязать за дальнюю половинку косички и за вот эту вот изнаночную перемычку вот так получается и так по окружности всей корзинке мы вяжем за вот таким способом таким узором за дальнюю половинку косички за перемычку и вяжем вот такая вот окантовочка получается и сейчас провяжем соединительными столбиками по краю корзинки и корзинка наша будет уже готова обвязку которую я буду делать сейчас ее можно также не делать то есть как вам понравится и так нахожу первую косичку от первого столбика окантовки вставляя под нее крючок с лицевой стороны на изнаночную захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик и так под каждую косичку крайнюю мы провязываем соединительными столбиками делая обвязку корзины с обвязкой она имеет корзина более такой завершенный вид и край корзины становится более плотный хорошо за счет вот этой обвязки еще и держит форму все и обвязка тоже закончена я сейчас вытягиваю от последнего столбика небольшой отрезок нити и делаем завершение ряда вставляем крючок сверху вниз можно снизу вверх протягиваем наш кончик нити и вставляем сейчас крючок с изнаночной стороны в центр последние петли вот она то есть возвращаем как бы крючок туда и протягиваем кончик на изнаночную сторону все аккуратное завершение ряда у нас готово кончик нам нужно будет спрятать и не нужно оставить отрезать вот такая корзинка из джота у нас получилось стенки у нее плотные она очень хорошо держит форму и желательно вот эти стенки сейчас пропарить утюгом с хорошим паром тогда все столбики они еще лучше раскроются и узор ляжет ровнее это донышко нашей корзинки если это видео было для вас полезным не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал если вы до сих пор не подписаны пока пока